Не повторять опасно для жизни. Ролики с таким предупреждением очень часто попадают в нашу программу. И вместе с вами мы удивляемся, какие сумасшедшие трюки выполняют молодые ребята. На головокружительных высотах, без страховки, с огромным риском для жизни. Всегда хотелось спросить, зачем, что ими движет, что это за игра такая на грани. И сегодня у нас есть такая возможность. Но прежде чем я расскажу о нашем госте, посмотрим одно из недавних его видео, снятых в Московской области. Итак, знакомьтесь, Александр Русинов, 20-летний экстремал из Саратова, студент третьего курса Саратовского технического университета. В 13 лет начал заниматься паркуром, и вот спустя почти 7 лет вытворяет такое. Совсем недавно на Ютьюбе появился ролик, в котором Александр собрал самые лучшие свои трюки за последние три года. Снято в нескольких российских городах. Экстремал висит на каких-то балках на умопомрачительной высоте, стоит на руках на ограждении моста, прыгает по крышам зданий, взбирается по водосточной трубе. В общем, две с лишним минуты не для слабонервных. Обо всем этом поговорим с самим Александром Русиновым. Мы связались с ним по скайпу. Саша, приветствую. Но, честно говоря, когда смотришь эти ролики, дух захватывает, ладони потеют, и первый вопрос, который возникает, тебе самому-то не страшно? Ну, не бояться дураки, конечно, страшно, но страх можно контролировать. В общем-то, если я это уже сто раз проделывал на земле, даже тысячи раз, то путем самовнушения несложно повторить сильной высоте. Саша, в интернете некоторые пользователи очень критически относятся к твоим роликам. Вот я процитирую. Глупо и безрассудно самоутверждаешься за счет риска. Ради чего все это? Да. Скажи, а что бы ты ответил критикам? Действительно, зачем это все? Вообще, я предпочитаю не отвечать на такие мнения. Я считаю, что каждый вправе делать то, что ему хочется, то, что ему нравится этим заниматься. Я люблю монтировать видео, я люблю делать опасные вещи. Мне это нравится, но я сто раз буду, прежде чем что-то делать, я тщательно к этому готовлюсь. И когда мне пишут такие комментарии, я просто не обращаю на них внимания, так как люди совершенно меня не знают, кто я такой, в общем, как я отношусь к этому делу. Поэтому я бы не стал бы никак на них отвечать. Я знаю, что один из самых сложных трюков – это стойка на одной руке. Давай посмотрим видео. Расскажи подробнее, где это снято и долго ли готовился? Снято это в городе Саратове на одной из заброшенных общежитий, я даже не знаю, что это за здание. В общем, 12-этажный дом заброшенный. Вход на него довольно-таки свободен, сейчас на нем бывает очень куча народа. Этот трюк я вообще не видел, как кто-то его исполняет особо, и мне в голову взбила идея попробовать постоять на одной руке в сторону пропасти. То есть это очень рисково, очень сложно, на это очень сложно решиться. Ну, все-таки я подготовился к этому. Я готовился к этому трюку, кстати, три месяца. То есть я три месяца отрабатывал баланс на земле, и на всяких ближайших таких похожих на крышу в местах типа гаражей, там, граней. Саша, скажи, а на твой взгляд, какие еще трюки, собранные вот в этом итоговом видео, заслуживают самого пристального внимания? На самом деле там целый ряд очень опахнутых трюков. Их нельзя сравнивать по сложности между собой, так как они совершенно разные по направлению. Например, если брать за крабачики, то это вот задняя сальто, контр-переворот под себя, в общем, на одном из домов. Там я делал с грань на грань, и расстояние между гранями было 2 метра. Восстание 19 этажей. То есть это очень рисковый трюк, в принципе. Но так как я хорошо отточил этот элемент и делал его далеко, я, в принципе, просто притренировался рядышком, а потом его просто сделал на этой грани и с большим запасом. Или, к примеру, перепрыг с дом на дом, стойку на руки. Тоже очень сложные элементы. Ну, в самом городе электросталь, где-то много кадров, в общем, с этой вышки. Баланс на одной руке в крокодильчике. Это, блин, я единственным элементом сделал. Или, к примеру, когда я опускался с рук с перехватом на одной из балок. Это тоже очень сложный. Это физически сложный элемент. И, во-вторых, еще на такой вот стиле повторить тоже очень сложно. Просто выработал в себе какую-то, я не знаю, как-то, может, способность, что к высоте отношусь просто как будто ее нет, в общем. Она, на самом деле, есть, но я ее вообще не замечаю. Просто исполняю, как я это делаю, обычно, на тренировке. Поэтому у меня уверенность 100%. Если у меня есть какая-то неуверенность в себе, какая-то малейшая, я уже этот трюк не делаю или оставляю на потом. Таких у меня трюков целый ряд, которые я так и не сделал, например. Пришлось отказаться, потому что то был ветер, то не было достаточно сил, то я не уверен в себе просто. Я их не стал делать. То есть я сделал только то, что я 100% знаю, что я это сделаю. Скажи, а это все-таки спорт или что-то другое? Как ты сам для себя определяешь то, чем занимаешься? Я, в общем-то, занимаюсь паркуром, акробатикой и воркаутом. А вот это направление, экстрим на руках, экстремальная гимнастика, не знаю, как ее назвать толком, я его выработал спонтанно себе, я просто один раз попробовал, мне это понравилось. То есть как-то выглядит как отдельный спорт для себя, я, в принципе, это могу сделать. То есть в этом направлении надо тренироваться. Саша, а есть у тебя какой-нибудь наставник? Или ты сам для себя и тренер, и наставник? Вообще-то как много приходится тренироваться? В общем, я сам себе наставник, сам себе мотиватор, сам себе тренер. Даю себе программу. Вот я, можно сказать, вижу, что я хочу исполнить в будущем, и к этому начинаю готовиться. Сам себе делаю программу, так скажем, какие-то комфортные упражнения придумываю, чтобы развить себе какую-то способность к этому элементу, так скажем. То есть занимаюсь я вообще силовыми упражнениями уже почти два с половиной года. В принципе, это не очень много. Но тренируюсь очень упорно, то есть я в день посвящаю этому... Раньше посвящал, во всяком случае, около семи часов, это очень много. Саша, спасибо тебе за интересные комментарии. Удачи, береги себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова